Как это? Стоп, Орловская один корпус даже было. Да на Мариинску нам ехали. Каком Мариинску? Где это? Пацаны, что такое? Они в тот пенокси нашли, походу. Как так-то? Брат. Садись в багажник, брат. Да садись, садись. Садись вот туда. Да вот эти двери открылись. Выходите, выходите. Давай, не садись. Кто? Пацаны, что такое? Они в тот пенокси нашли. Дорогие друзья, компания Ситипарк запускает уникальную акцию. Они предлагают абсолютно новые автомобили под выкуп для работы в Москве и Санкт-Петербурге. Выкуп по цене аренды. Очень много новых авто. Они полностью укомплектованы и готовы к работе. Ждут только тебя. Вы получаете 4 года работы без комиссии, если работаете через Ситимобил. То есть никакой комиссии заказа на все время выкупа. Также вы можете работать и в Яндекс.Такси. И причем в абсолютно любом парке. Никакой привязки ни к агрегатору, ни к парку. Работайте там, где вам выгоднее. Также вы получаете 4 года бесплатного каска и обслуживания у официального дилера. И, кстати, приятным бонусом будет каждый седьмой день выкупа. Также абсолютно бесплатно. Также дополнительно получаешь 2 комплекта колес на зиму и на лето. Вы можете получить автомобиль с абсолютно любой кредитной историей в день обращения, буквально в течение 15 минут. Автомобиль может получить водитель с любым гражданством и водительским удостоверением Российской Федерации, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. В наличии такие автомобили, как знаменитый Хавал Джулион, Хавал М6, Москвич 3 и Эволют АйПро. Также у компании сейчас действует акция. При внесении единовременного депозита в 20 тысяч 30 компания вам дарит абсолютно бесплатно. Торопись и успей взять машину под выкуп на самых выгодных условиях. Подробную информацию можете уточнить по телефону, который видите на экране, а также продублировано в описании и в закрепленном комментарии. Че, ребят, у вас прошла 1-2 секунды, а у меня уже суббота. Вчерашний день, как вы помните, получился не особо жирным. За пятницу, за 9 часов мы чистыми заработали 8 с половиной тысяч. 8 с половиной тысяч для Питера, для пятницы это не очень хорошо. Поэтому сегодня мы будем пытаться поменять обстановку и заработать чутка побольше. Не буду долго особо разглагольствовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали. Ну че, ребят, первый заказ 424 рубля, 10 минут. Неплохо. Ладно, 424 минус комиссия, туда-сюда нормально. Но это только начало, мы работаем дальше. Снова эконом пришлось включить, так как заказов не было. Доброе. На Кузнецовскую, да? Да. Че, ребят, эконом 12 минут, 592 рубля. Ну, в принципе, как я и говорил, ценники плюс-минус одинаковые будут. Что у комфорт-плюс, а что у эконома. Ну и как нам уже второй день везет, пассажиры адекватные. Ну, я не знаю, это скорее хорошо или плохо. Вы-то любите ли у меня что-нибудь такого, чтобы люди истерили, скандалили, чем-то были недовольны? Когда нам вернут эту сумму? Не надо нам вернуть их, ей тоже деньги нужны сейчас. А тут все гладко и тихо, даже в экономе. Сегодня нас радует чаще. У нас пришел комфорт с кэфом 2. Да, наверное, это будет не супер-мега дорого, но комфорт, это не может не радовать. И подача близкая, 330 метров. Так, что-то у меня тут беготня за пассажиром. Подъехал с одной стороны, метка показывает, что он с другой. Подъехал с другой, метка обратно показывает с предыдущей стороны. Ну, это те, кто в такси работают, знают. Это частая проблема с поиском пассажиров. Он мне, блин, надоел уже, ебаный урод. А вон мой товарищ уже с кентами здоровается. У вас оно странно как-то показывало, я подъехал с этой стороны, покажу, что вы стой. Я объехал дом, смотрю обратно с этой. А, я спускался просто. Так, ну что, снова эконом, все как мы любим. Доброе. На Парфеновске, да? Да. Ну, ребят, это эконом. 11 минут, 444 рубля. 5 баллов. 4, 5, 10. Ну, что, ребят, комфорт 15 минут, 797 рублей. Блин, и необычная пассажирка была. То есть, грубо говоря, садится ребенок. А я, если я правильно помню, боюсь ошибиться, ребят, поправьте, кто знает. Вроде как, перевозка детей в такси запрещена до 14 лет без сопровождения взрослых. Точно не помню. Грубо говоря, девушка садится, я говорю, я не могу вас взять, типа, до 14 лет вам нужно со взрослым. А я, ну, я смотрю, ей лет 12. Она говорит, мне 23. Вот это поворот. Я говорю, да не может быть вам 23. Ну, писать себе 13-летнюю девочку. Вот ребенок. Могу показать паспорт. Показывает паспорт, и ей реально 23. А ребенок ребенком. Маленькая, худая, ну, и лицо детское, детское. Но я, как понимаю, я не первый, кто ей про это говорит, поэтому она уже даже не удивляется. Такие бывают неожиданности в такси. Ну, да, и у нас сразу заказ с этого же Бавилов Лофт. Сразу же едем. Куда мы едем? На Невский. Вроде эконом. Не помню точно, вроде эконом. Ничего, народ, эконом, наличка. Ну, вроде парень адекватный. Так, ну что, пока что все идет нормально. Эконом 5 минут, 400 рублей по центру, я считаю, достаточно достойно. 401 даже. Но это меняет дело прямо. И приходила какая-то херня сейчас сразу поэконому, я отказался. Кайф маленький, ехать далеко. Поэтому ждем далее, а что будет. Так, ну что, очередной заказ. Народ едет с центра до Ладожского вокзала в фабрику. Кто не знает, что такое фабрика в Питере, это клуб. А у нас, в принципе, мало клубов по Питеру. Там танцы 90-х. Обычно ездят девочки и мальчики за 30. О, уже идет. А, ну, четверо человек едут тусить. Я прошу остановиться. Эконом 15 минут, 640 рублей. В принципе, нормально. Ребята, веселые. Так, и сразу же заказ, ну, какой-то странный. Заневский 3,4, Заневский 42. 500 метров. Ладно, посмотрим. Ну что, ребята, опять эконом, но в этот раз хороший. 10 минут, 554 рубля. Сейчас фиаско. Я случайно взял попутчика. Вы сами понимаете, не по комфорту, а по эконому. Будет ли что-нибудь из этого? Это будет фиаско. Сейчас узнаем. Что ждем? Попутчика по эконому. Ну, правда, кф-4. Соответственно, ценник будет хороший. Еще и двое человек. Но попутчик. Добрая. Здравствуйте. На, там в черкасске, да? Да. Где попутчик? Ну? Едем за ним. Любите, когда с попутчиками? Не, не, не. Нет, ну, просто это не от моего неуважения, мне кажется, к тарифу. Если выбираешь с попутчиком, значит, есть с попутчиком. Золотые слова Юрия Венедиктовича. Ну, по идее, да, но не всегда заказы находятся, поэтому оно так не всегда работает, к сожалению. Добрая. Здравствуйте. На салово, да? Да, все верно. Смотрите, аккуратно, там лужи нет. Так, ну что, ребят, эконом 10 минут 500 рублей. Слабенько. Слабенько. Ну, комфорт до сих пор молчит. Комфорт плюс. Сегодня было буквально несколько заказов, но мы их будем ждать. Сейчас я еще заправлюсь, добавлю себе 2 балла. Будет плюс 10. Не уверен, конечно, что это особо поможет, но вдруг. Ну, что, ребят, вот вам разница эконом, комфорт плюс и комфорт. Да, 10 минут 650 рублей, все очень круто, но чувак попросил покурить Айкос, я ему позволил покурить Айкос, и он, когда, во-первых, садился, башкой ударился. Ну, вообще, как в этот, как в повозку залезал. И, когда выходил, у него просто стик выпал и валяется на сиденье. Отношение очень дерьмовое. Понятное дело, что не все пассажиры эконома такие, и даже большинство не таких. Бля, ну, ебаный, ну, серьезно, ну, это же стрёмно. Мне кажется, человеку, да, который заказывает услугу, неважно, эконом, комфорт, комфорт плюс, ну, блин, вот так относиться, там, к водителю или к автомобилю, ну, это себя не уважать. Ну, это мое мнение. Как? Кто? Кто вас, вроде, как они вас воспитали? Странный заказ, прямо с набережной. Комфорт плюс, замечу. Да, короче, заказали неправильно, вон они вышли с другой стороны. У вас вообще, кстати, заказ на другой стороне? На набережной. Здрасте. Я поняла, пришлось даже немного наручить, чтобы для вас добраться. Вот так вот получилось. Что, ребята, комфорт плюс, мы его ждали, он к нам пришел. 10 минут, 860 рублей. Ну, да, согласен, ценник поболее. Хотя, думаю, с большим коэффициентом в экономе было бы то же самое. Люди все равно другие чувствуются. Более опрятные, более адекватные, более спокойные и позитивные. Я напоминаю, что я открыл свой парк Pilot Taxi и подключаю Яндекс.Такси и Ситимобил по всей России. Хочешь работать на самых выгодных условиях, с хорошей, нормальной поддержкой, с нормальным отношением к водителям и с низкой комиссией, всего 50 рублей в сутки, либо 1% заказа, звони или пиши по номеру, который ты видишь на экране и подключайся в лучший парк. И не забудь указать промокод КАЗАХ89, чтобы подключиться на самых выгодных условиях. Покупки смен, заправки с таксометра, моментальные выплаты даже с Яндекс.Про, соответственно, присутствуют. Так что не теряй время, подключайся, всех жду. Подожди, подожди, куда пошел-то? Еще не приехали. Сядь на место, блядь! Пожалуйста. Всего доброго, всего доброго, всего доброго, до свидания. 27 минут 824 рубля. Эконом. Ну вот, вот в этом плане, конечно, маловато. Такое рисование, столько времени, ну куда тут, пошел не туда опять. Тебе можно кулить поедем? Да. Можно кулить поедем. О! На киевской, да? Да. Разпущусь, давай. Так, ну что, эконом, но хороший эконом, 5 минут, 500 рублей. Просто супер, эконом. Причем в экономе такие же адекватные. Не хуже, чем в комплюсе. Что, народ, эконом на вокзал? Эконом рулит, эконом преобладает, я смотрю у нас. Ни в какую не хочет комфорт с комфорт плюсом давать. 11 минут 683 рубля. Пойдет. Слава богу. Орловский 1 корпус 2? Маринска и Московская. Да, нам туда на Маринскую. Как это? Стоп, Орловский 1 корпус 2 же было. Да на Маринскую нам ехали. Какую Маринскую, где это? Владовский 1. Так, кто не закрыл? Киря. Кто? Пацаны, вы не в тот такси зашли, походу. Как так-то? Брат, как звать? Брат. Салам в алейкум. 619, Саната. Видишь? Да наша Саната. У нас 720. У меня 619. Ну, давай, жди тогда. У тебя какие адреса? Адреса какие у тебя? Адреса какие? Московский 1. Маринская и Московская. Да. А, ну это что? Садись в багажник, брат. Я друг Меден. Брат, только работа обоним. Да садись, садись. Садись вот туда. Да вот эти двери открылись. Выходите, выходите. Давай, не садись. Спивы закрывают. Кто зафинит? Пассажиры какие-то не будут. Кирюх, давай, садись. Ладно. Брат. Конечно, наша машина. Я бы не стал их логинить. Здрасте. Да, да, да. Ты в нее нормально. Они просто подошли, да? Да, слушай, они сели, а я сразу спросил. Я говорю, Маринская и Московская? Они говорят, да. Добрый. Не, не, я верю, верю. Что это за *** вышло отсюда? Не, так они изначально сами сказали. Типа 619. Самые умные чуваки вообще классные. Да что было? Да не, они приборзевшие. Один сидит, курит вообще окно. Говорю, ***, выкинись. Ты е***лся, что ли? Когда я подъехал, они в другом сидели. Пипец, пацаны не унывают просто. Пытаются найти бесплатно. Это эконом. Это нормальная практика. Ну что, ребят, скучали? Как вам эконом? Как вам такие персонажи? Я до этого подъехал, они уже в какой-то сонате красной сидели. Я еще думаю, вот чувак охерел сидит, окно открыло, курит. Думаю, вот придурок. Смотрю, вышли оттуда, идут ко мне. Сейчас будет какая-то херня. Ну, в принципе, как и предполагал. В результате они сели ко мне. Ну, сами видели, они на приколе. Такие 619, да, нам туда ехать. Соната 619, да? Слушаю, все, все, понятно. Один там сзади такой, у нас Орловская, Орловская. Не, не, правильно, все, московский. Сука, смотрю, смотрю, сидит сзади, сука, курит, блядь. Я прощу, говорю, ты что, охерел, что ли, блядь? Кто? Ты что, охерел? Ой. Пацаны! Вы не в тот такси зашли. Да все, все, заканчиваю. Я думаю, блядь, не хераси. Вот насколько вот мразотные, похертичные люди. Они заказали такси, и вот он такую херню себе позволяет. Сидит, курит в тачке. Эти, блядь, что-то угорают там. Просто пиздец. Ну, реально стрёмно. Вас лечить надо. Кормить успокоительными таблетками, там, я не знаю. Понятно, что все мы веселимся, угораем, но вот бывают бухие, позитивные люди. Прям вот реально, прям позитивные максимально. А бывают вот такие товарищи. Подходит чувак, благо мы не уехали. А они еще ему не дают сесть, такие, да поехали с нами, да это наше такси. Вот просто мрази, блядь. Да наши сонаты. У нас 720. У меня что, 12? Ну, давай, жди тогда. Садись в багажник, блядь. Напишите комментарии насчет этих товарищей. Поездка, 770 рублей, 10 минут. Эконом. Ну, опять эконом. Дверь решил не закрывать, да я понял. 5 минут, 545 рублей. Ребята, комфорт, хорошего дня, до свидания. Можете не заворачивать, приятно. 10 минут, 722 рубля. И сразу заказ, на самом деле я его пожалел уже, что взял. Заказ с фабрики. А нет, не с фабрики. Тогда неплохо. Я думал, заказ с клуба и на Петроградку. Кайф небольшой, эконом. Но сейчас 6 утра, все разгорается. Сегодня, кстати, день немножко получше, чем вчера. Тоже не фонтан, но уже поинтереснее. Так, ну что, ребят, один из последних заказов. Город уже пустой. Пятница, суббота уже не та. Февраль, конечно, слабенький. Но, ребята, мне говорили, днем работы куча. Куча, а ночью нету практически совсем. Но сегодня получше. Сегодня, я думаю, будет тысяч 8, а больше, тысяч 9-10, что не может не радовать. Но все равно, то есть обычно Питер в это время в 7 утра забит пьяными людьми. Посмотрите, просто пустота. Комфорт 10 минут, 560 рублей. И сразу следующий заказ. Не успел сойти с линии, чтобы выставиться домой. Поэтому сделаем еще заказ коротенький по Петроградке в комфорте. И будем выставляться к дому. Доброе утро. Простя. Нагазовую, да? Да. Все, кэф кончился. 345 рублей. 345. Да, 2 километра, но 345. Комфорт. Маловато будет. Маловато будет. Все, выставляемся к дому. Так, ну все, кэф совсем уже упал. Комфорт плюс 12 минут, 371 рубль. Не, ребят, все, пора домой, пора спать. Ну это пи***ц какой-то просто. Ну сколько можно? Это того уже не стоит. Хватит работать. Все не так. Свою десятку я заработал. Видите, вчера было 8, сегодня 10. Суббота получилась лучше. Так что последние несколько заказов и домой. Ну что, ребят, все, мы закончили в нашем районе, в Рыбацком. 641 рубль эконом с центра до суда. Ехали 24 минуты. Завершаем. И подводим итог выходных. Так как сейчас я практически работаю только по выходным. 10,600 чистыми я заработал за субботу, за ночь. И 8,000 за пятницу. Итого 18,600 минус 2000 бензин, 16,600. 16,600 чистыми за два выходных дня. Я считаю, что это отлично. Это неплохой. Ну и для большинства, я думаю, будет даже очень хороший результат. Что вы на этот счет думаете, пишите в комментариях. Также, ребят, пишите, что вы думаете вообще насчет тарифов. Комфорт, комфорт плюс, эконом. Есть ли разница, есть ли смысл катать все или лучше только одно. Ну и вообще, пишите комментарии по поводу такого формата. Это уже не первый ролик. И вроде как вам нравилось. Буду ждать от вас ваших комментариев. Всем удачи. Всего хорошего. Пока.